Мы, в принципе, очень озабочены о том, что происходит у границы Украины. И мы считаем, что Украине, украинскому народу есть все право себя защищать. И чтобы люди, государства могли себя защищать, они должны быть тоже оборудованы. И, исходя из этого, мы предлагаем Украине не только гуманитарную помощь, я должен сказать, что до сих пор мы переслали в Украину больше, чем 50 тонн гуманитарной помощи и многие другие вещи. Но сейчас, в ближайшие недели, мы пошлем три разные вещи для украинской армии. То есть, первое, это латвийское производство, индивидуальная экипировка для солдат, что им нужно. Второе, это латвийское производство, тоже, скажем так, солдатская пища, что кушать. Супаёк какой-то. Да, как раз вот это. И третье, мы предлагаем тоже украинской армии Stinger. Но при этом вы не готовы при поддержке Украины, не готовы отправлять людей туда? Нет, в нынешнее время мы к этому не готовы, потому что там есть и практические обоснования, и тоже геополитические. Все-таки Украина не является членом НАТО, и у нас нету таких, скажем так, договоров с Украиной, как у нас, например, есть с Эстонией, Литвой и с нашими соседями. Ну, юридически это не... Да, который всегда нам будет помогать. Тем более, мы тоже не являемся таким уже большим государством, чтобы здесь могли отослать какие-то военные силы на помощь. Украина нам это тоже не спрашивала, между прочим, да. И такие решения, конечно, мы тоже не можем и не хотели бы принимать автономно без дискуссии в НАТО, потому что мы являемся членом НАТО, и в НАТО сейчас нету дискуссии о том, чтобы отослать военные силы в Украину. Никто ведь в России не угрожает. Я думаю, что здесь очень большая проблема вообще для российского общества, потому что они уже не получают объективной информации. Потому что кто вообще заинтересован в западном мире в каком-то конфликте с Россией? Ну, в принципе, никто. Никто. А вот для России, как для такого авторитарного государства, им все время надо накаливать эту ситуацию, чтобы как-то подтвердить нужду для вот как раз такого режима в России. Но если бы я был в позиции Кремля сегодня, я посмотрел бы на Запад и говорил, знаете, вы все время там говорите война, война, война. А вот войны не будет. Я просто сделаю аншлюз с Донбассом и Луханском. Я это могу сделать без войны. То есть они, как всегда, как в 1939 году. Но аншлюз вы имеете в виду присоединение уже, как было с Крымом. Я там веду войска России. Никто противоряется не будет, потому что я все равно уже контролирую эти регионы. И я тогда дома буду уже выигравшим половину войны. Ну, а что Запад мне сделает? Ну, ничего большого. Я думаю, здесь западные государства должны тоже проецировать, вот как реагировать на такую ситуацию. Потому что, с одной стороны, вроде войны нету, но с другой стороны, вводятся официально войска на украинскую территорию, легальную украинскую территорию. То есть я думаю, что вот такую провокацию и такое отношение мы не можем исключить. И это, конечно, будет являться еще одним шагом к дальнейшей агрессии. То есть я думаю, что Россия не может одобрять то, что Украина все-таки со своими реформами более лучшими или медленными, или нет, они идут все-таки в сторону Европы. То есть они хотят тоже жить, украинцы хотят жить, как остальные европейские государства. И для Москвы это неприемлемо. Минутка у нас буквально остается. Как вам кажется, все-таки как условный Запад может остановить нынешний конфликт, нынешнее обострение? Мы не должны моргать. Мы должны показать, что мы не хотим войну. Война очень плохая. Но с другой стороны, мы должны сказать, что если вы пойдете еще один шаг дальше, то в принципе будут очень большие, скажем так, санкции против вас. Вы не можете это пережить. И то, что мы должны сейчас уже бояться, что если Россия начнет войну с Украиной, то, между прочим, это тоже может очень негативно повлиять на сам режим в Москве. И я не даю там и 5 евро или долларов или не знаю чего еще за то, что это может быть конец нынешнего правительства самой России.